Здравствуйте, в эфире «Чикемская правда». Это прошедшая неделя. Передача записывается в пятницу, но будет она показана уже в конце недели, поэтому прошедшая неделя. Она знаменовалась абсолютно несвойственной нашей ментальности повестке. Мы все время обсуждали закон о бина-агентах, были встречи в администрации президента, в парламенте должны были состояться парламентские слушания министра иностранных дел. Сперва назначил встречу с людьми, которых останавливают на границе, потом вдруг сам и не пришел. В этой круговерте мы и живем. Я сегодня в студии у нас люди, которые достаточно известные, которые в теме. Сегодня в студии у нас вот эту тему будем обсуждать с нашими известными людьми, с директором Центра гуманитарных программ Ляны. Квартир Ляны, здравствуй. И нашим одним из самых известных юристов, не побоюсь этого слова, Саидом Гизердава, который, ну, комиссия по конституционной реформе прекратила свое существование. Но если когда-нибудь надо возобновить свою работу и будет актуально, я думаю, наверняка он опять в нее войдет. Саид, добрый день. Ну, начну я, наверное, все-таки, опять же, этот закон, проект закона об иноагентах, который обсуждается, он, конечно же, имеет такую ярко выраженную идеологическую грань, огранку. То есть, и вот то, что я увидел, допустим, по телевидению, по абхазскому телевидению, то, что пресс-служба президента показала, сняла и так далее, я не знаю, это в полном объеме или нет, но, скорее всего, как бы таком более-менее урезанном. Тем не менее, вот я увидел, что это вот такая чисто, как бы, какого-то рационального зерна я не увидел, но такое ощущение, что это вот, меня окунули в 78-й год, условно говоря. То есть, я историк, я вот это время достаточно неплохо знаю, но вот у меня какие-то аналогии были. Я бы хотел, чтобы ты своими впечатлениями, Ляна, поделилась бы вот о том, что там услышала, увидела, там много, конечно, честно говоря, вот такого количества манипуляций из уст чиновников, людей ответственных, мне давно не приходилось вот сталкиваться с этим. Ну, тут, конечно, кумулятивный эффект такой, когда слишком много, есть, наверное, основания сказать, что такого еще не было. Ну, что я хотела бы сказать. Конечно, вот тут у этого вопроса, то, что вот этот законопроект не закон, пока это законопроект, дай бог, что так и остался, где-нибудь пылился в архивах. Ну, то есть, есть несколько составляющих. Я с тобой совершенно согласна, что вот в тех доводах, которые приводят представители власти, ни рационального зерна, ни каких-то серьезных аргументов с фактами, обосновывающие целесообразность принятия такого закона, нет. Но есть пропаганда. А в пропаганде там главное что? Вот ложный посыл дать, и потом логику выстроить. Вот кажется, как действительно логично звучит. Но если копнуть глубже и посмотреть, от какого посыла отталкивается, то и получается, что действительно рационального зерна нет. Я думаю, не просто так. И один из силовиков, который был на встрече в общественной палате, по-моему, там это было сказано, вот как бы с опаской я сказал, что вот обучают НПО людей критическому мышлению, там медиаграмма. То есть, правильно? Конечно, этому надо обучать. Бояться этого могут только те, это та власть, которая хочет что-то скрыть от народа, которая хочет обмануть народ. Вот они будут бояться критического мышления. Я считаю, что наоборот, кстати говоря, наш народ, он вообще славится тем, что он критически мыслит. Ну просто выбираем из того, из кого есть, и, конечно, проблемы всякого рода бывают. Но что я хочу сказать, почему на этой неделе вдруг целых два мероприятия, одно это было в ЦСИ, очень большая часть выступления была посвящена именно международным организациям и местным неправительственным организациям. Президент даже пришел на встречу в общественной палате и так далее. И все это освещается очень широко в СМИ, на ГТРК и так далее. Почему вот так много всего говорится о проблеме, проблеме беру в кавычки, потому что пока что я не увидела, в чем состоит проблема, когда у нас есть как бы очень другие острые вопросы. И у меня возникает вопрос к представителям нашей власти. Что вы хотите прикрыть вот этой темой НПО? Например, вопрос того, что нашим Министерством иностранных дел получена нота из Москвы. Мы никакого официального комментария от исполнительной власти по этому поводу не услышали ни от Министра иностранных дел, ни от президента. Мы знаем, что депутаты говорят, что они видели эту ноту. То есть они говорят, что она существует. Они говорят нам о содержании. Из телеграм-каналов и СМИ мы узнаем о содержании в интерпретации наших депутатов. Это не просто голословные утверждения. Говорится о том, что российская сторона не согласна на то, чтобы у них не было права, у обладателей. Я не знаю еще, как бы формально мы знаем, что вроде бы дачу передают ФСО, но они не согласны на то, чтобы у них не было права передавать это третьей стороне. Как это вот в сопутствующих конституционных законах. Да, да. Это первое, что я хотела сказать. Но это не означает, что тема НПО так вот раздувается непомерно только потому, что надо отвлечь внимание от каких-то других острых тем. Там еще же тема была с Министерством внутренних дел. Не только в связи с этим. Это связано с планами по гармонизации. И об этом Сергей Миронович Шамба неоднократно говорит. Нас попросили, мы сделали, мы должны это сделать. Это и другие признают, в принципе, что вот от нас ожидают. Они не скрывают, что от нас ожидают. Но я бы хотела сказать такую вещь. Вот когда люди те же самые говорят и вот обвиняют НПО. Вот вы хотите все копировать западное. Это неправда. Вот есть что-то полезное для нашей страны. Борьба с коррупцией. Более рациональная организация местного самоуправления. Бережное отношение к культурному наследию. Очень, очень, там, переработка мусора. И многое это то, чему мы могли бы научиться. При этом есть вещи, которые нашему менталитету не подходят. С этим мы согласны, вот с нашими критиками. Я думаю, что и в вопросе, и на агентство точно так же мы можем сказать, мы готовы подписывать план гармонизации вот по такому-то, такому-то, такому-то пункту. Но вот этот вопрос, касающийся внутренних взаимоотношений между обществом и государством, не подходит нашему менталитету. Я думаю, что это нормально сказать. Почему самое главное, это не только вопрос в нашем менталитете, это касается нашего политического строя. Вы не можете по просьбе извне менять политический строй Абхазии. А что это такое? Пересмотр второй главы Конституции. Это выстраивание такого репрессивного, репрессивной такой вот вертикали власти, когда, я уверена, я думаю, здесь нет наивных людей, что вы сперва будете применять к одной категории граждан этот закон, потом к другой категории граждан, к физлицам, вы там прописали физлиц и так далее, и так далее. Что кто-то должен как бы надеяться в нашем обществе на то, что его не коснется этот закон? Нет. Так что я считаю, что, конечно, в основе, так сказать, лоббирования этого закона несколько мотивов. И это, опять же, не только гармонизация, это не только отвлечение внимания, но это третье то, что я сказала, это, наверное, самое главное. Это попытка подвергнуть ревизии нашу Конституцию и пересмотреть вообще наш политический строй. Извините, если будет принят закон, ущемляющий права и свободы граждан, это будет означать демонтаж политического строя в Абхазии. Я вот как раз отталкиваюсь от последней фразы, Леана, я вот сойду, тебя хочу спросить. На прошлой неделе, кстати говоря, ряд членов Конституционной комиссии подписали письмо на имя президента, в котором призывают не принимать вот этот закон, об иноагентах, так называемых. Вот какая, в общем-то, аргументация? Ну, оставим как бы эту ментальную особенность, то есть, аргументару, там все понятно, но вот с юридической точки зрения, как оно, вот этот закон, он как бы вписывается в существующее наше законодательство, как он стыкуется с нашей Конституцией и так далее. Ну, я совершенно согласен с Леаной, я хотел тоже с этого начать, что законы, подобные законы, вообще целый ряд инициатив, которые в последнее время исходят от нынешней власти, они подрывают устои нашего государства. Вообще есть такое политология понятия подрывные институты. Вот как раз вот эти подрывные институты, они используются для того, чтобы нанести ущерб нашему государственному строю, конституционному строю. Собственно, политический режим в стране меняется. Мы из демократии превращаемся в автократию, и когда вот лицом к лицу мы говорим, например, с апологетами, да, вот этих всех инициатив, они абсолютно делают вид, что как бы даже этой проблемы не существует. Сама эта инициатива, этот закон об иностранных агентах, это чудовищное вообще скопление всего негативного, что только может сочинить законодатель. Целый ряд, ну, слушайте, мы же не можем лишить граждан лишь по причине того, что они работают в неправительственных организациях целого ряда основополагающих политических прав. Вас лишают свободы слова. То есть вы не можете больше, там, писая, вот как я, например, да, я, если буду признан иностранным агентом, я не смогу писать заключение по поводу вот этих вот безумных инициатив, да. Вообще полный запрет на то, чтобы кто-то мог высказываться с таким статусом по поводу каких-то безумных инициатив. Это разве не прямое преследование, да, когда вот понимаешь, что в стране есть такие критики, которые могут на профессиональном уровне, хотя некоторые бессовестные люди, назову их прямо, говорят о самозванцах, да, которые там якобы выступают, да, без, я не знаю, почему вообще в целом в голову пришло, да, такое слово самозванец, да, это может быть какая-то проекция тоже психологическая, ну вот так они выступают, вот так они смотрят на гражданское общество. Для меня это вот очевидно, во-первых, да, это закручивание гаек, да, это усиление консолидации авторитарного режима, но плюс это такая политика страха. То есть я не думаю, что ограничиться единственным этим законом об иностранных агентах, потому что есть еще много всего, что можно перенять и за репосты, и за, и прочее, прочее, прочее. То есть список очень, очень длинный. И это, кстати, это не единственное, там не только свобода слова, вас лишают базовых, базовых абсолютно прав, вплоть до экономических. То есть вас, опять же, мы как бы идем семимильными шагами к тому, чтобы фактически существовало поражение в правах. Это вообще немыслимо. То есть это то, что даже не существовало при сталинизме. Это немножко раньше возникло. Это член из семи врага народа, людей, которые там в колхозы не вступали, они официально носили, как бы вот этот лейбл ID наличников. То есть это все мы проходили. В общем-то это как бы та история, которую нам пытаются опять навязать. То есть мы тут говорим о том, что с нашим народом Сталин и Берия сделали в 37-м году, и при этом, в общем-то, здесь мы сами уже как бы пытаемся играть, наши правители пытаются играть роль Сталина и Берия. Меня другой вопрос беспокоит. Знаете, я вот их слушаю, и я думаю, ну ладно бы, если бы я там не видел, я первый раз этих людей видел бы, которые говорят, я бы, может быть, подумал бы, что они очень искренне говорят, что они верят вот в то, что они делают. Ну, недалекое будущее. Вот Аслан Георгиевич Бжанин, оппозиционером был, баллотировался в президенты. Я помню, как он, ну я знаю, вот это к вам приходил в Центр гуманитарных программ, периодически приходил, да. Арда Иналыб, очень уважаемый человек в Абхазском обществе, эксперт, да, со-директор Центра гуманитарных программ. Там, в конце концов, там ее уговорили стать доверенным лицом кандидата в президенты Аслана Бжанин. Вот когда она становилась кандидатом в инициативную группу, вошла, да, то есть по выдвижению Аслана Георгиевича Бжанин, то есть она была патриотом. То есть вот когда Аслан Бжанин стал патриотом, и вдруг вот нужно было вот какие-то еще другие для, я не знаю, для каких-то конъюнктурных своих действий, то есть теперь уже Арда Иналыб, это вот как бы сомнительный элемент выходит, да, то есть подозрительный человек, да, там, естественно, не патриот и так далее. Меня вот такие конъюнктурные вещи смущают. Там глава администрации, который там имел кучу дел с какими-то международными организациями, сейчас выясняется, что вот это все зловредно. То есть когда у нас ковид был, да, он говорит, там всего каких-то 60 миллионов. Можно, я бы хотела, до того, как я перейду к твоему вопросу, я хотела бы сказать, что наши вот зрители должны понимать, вот один пример еще хочу привести, что это касается не только НПО. Если бы это касалось только нас, это вот как бы другой вопрос, это касается каждого, и в качестве примера, очень красноречивого, я хочу привести выступление президента перед генеральной, ну, в генеральной прокуратуре, когда он сказал, обратился к прокуратуре, что они должны обратить внимание на экономиста, то есть имелся в виду Ахара Аристова, как я понимаю, да, на экономиста, который предлагает ввести в оборот нашу местную, да, АПСАР, валюту. А, о чем это говорит? Значит, вопрос не в иностранном влиянии, не в источниках финансирования, потому что Ахара Аристова не работает ни в какой неправильственной организации. Вопрос в том, что у него другое мнение. Если бы даже он выражал какое-то там абсурдное, не знаю, мнение, ну, приведите аргументы. Один из принципов нашей Конституции – это плюрализм мнений. То есть вы хотите запретить плюрализм мнений в стране? Но эта Конституция не просто Конституция, которую принял после войны парламент, который мы золотым называем, и некоторых депутатов тоже в эту категорию золотых бывших депутатов попадают, которые сегодня вообще, честно говоря, антиконституционные вещи говорят. Ну, ладно, значит, это не просто Конституция, которая тогда была принята нашим Верховным Советом во главе с Владиславом Ардзенба. Это Конституция, за которую мы еще и на референдуме всем народом проголосовали. И вы сегодня хотите отменить то, за что проголосовал весь народ. Еще я хотела теперь вернуться к тому, что ты сказал по поводу этой информации и так далее. Послушайте, вот в этой общественной палате, конечно, очень много таких вещей прозвучало, которые просто можно либо руки разводить, либо какие-то ответные комментарии делать. Но я согласна с Тенгизом Джопу, который дал оценку, он член общественной палаты, который сказал, что он не услышал там никаких аргументов в пользу принятия этого закона. Вот когда вот так вот огульно вообще отрицается какая-то помощь, которая от международных организаций идет, всегда хочется спросить, ну вы реально в курсе всего того? Я уже не говорю о том, что вы подозреваете, что там они что-то не то делают, а в том, что открыто делается. Во-первых, не 60 миллионов было на ковид выделено. Вот эти 60 миллионов, кстати говоря, это такая первая была реакция, первый транш, который нашему государству передали, так сказать, как немедленная реакция на ковид и на такую сложную ситуацию в Абхазии. А, значит, всего на разные, и на расходные материалы, и на много чего, вдвое больше было выделено. Это я специально спрашивала у тех, кто работает в международных организациях. Но знаете как, вот можно, допустим, не оценить то, что специально сюда привезли международных специалистов, которые помогли с протоколами лечения больных. Вот просто составили правильные, более современные протоколы. Потому что если бы не было современных, если бы каждый раз не обновлялись бы эти протоколы, ну вдвое, втрое больше погибло бы людей. Это не имеет никакой цены. Не имеет цену то, что, кстати говоря, через местную организацию молодой девушки Ли Агрба, через нее осуществлялась поддержка Сухумской амбулатории. Люди, которые не попали в больницу, и которые тяжело переносили болезнь, в том числе моя мать и мои ближайшие родственники, вот эта амбулатория и мобильная бригада, они существовали. Все их дорогостоящие препараты, все расходные материалы, зарплата медперсонала, врачей, все вот это было за счет международных организаций. Ну, слушайте, спасибо, скажите за это. Но там еще, кстати говоря, президент сказал, что-то я не вижу, что построили то и все. Ну, не видите, значит, те, кто обязаны по своему долгу службы вас проинформировать, вас не информируют. Одна только циза Гумба построила в одном из сел Гудаутского района маленький стадион, небольшой ипподром с конюшней, столовые ремонтировали, туалеты даже, до которых у вас руки не доходят, тоже отремонтировали. Ну, поинтересуйтесь, прежде чем вот так вот огульно, так сказать, выступать. Я еще хотела бы сказать, вот у нас министр иностранных дел часто говорит о том, что в чем заключается опасность, что очень размытые цели у международных организаций. И очень хорошо. Потому что не они цели, если речь идет о работе международных, то есть местных организаций, которые получают, участвуют в конкурсе и получают финансирование, то они не должны, эти международные организации, нам формулировать цели. У них размытые действительно цели, потому что они обозначают сферы, темы. Допустим, совершенствование образования в экологической сфере. Или там поддержка правозащитной деятельности. Или еще очень широко формулируют. И очень хорошо. Потому что проекты пишут местные организации, и местные организации формулируют свои цели. Но когда мы проводим какие-то мероприятия, что-то там чиновники приходят, им это неинтересно. Они не приходят, потому и не знают, вообще не интересуются. Поинтересуйтесь тогда, какие цели мы формулируем. Но я много времени займусь. Еще я что хотела бы важное сказать. Вы знаете, нас ставят в позицию, как будто мы огульно поддерживаем Запад, все, что он делает, все вот эти любые международные, абсолютно любые международные организации, как у нас любят броскими такими фразами кидаться, пропагандистскими, коллективный Запад и так далее, доверие, там понять не может наш министр. Но на самом деле все не так. Вы поднимите, пожалуйста, наши статьи, выступления, где мы критикуем Запад именно за позицию, за непризнание Абхазии. Именно за это мы критикуем Запад. Но мы слышим иногда такие громкие фразы от наших молодых, особенно министров, там не позволим никому повесить флаг Грузии в Абхазии. А кто позволит? Вот пока вы маленькие еще были училища, мы позволяли. Но, наверное, мы все вместе, наш народ, в том числе и мы, граждане Абхазии, которые работают в неправительственных организациях, наверное, не позволили. Когда вы говорите, что мы так вот прям огульно поддерживаем Запад, но это же неправда. Сколько статей, сколько выступлений было на разных, на достаточно высоком уровне, где мы выступали против непризнания Абхазии, против изоляции, в которую Абхазию, так сказать, подвергли Абхазию изоляции, против навязывания нам так называемых нейтральных паспортов с грузинским кодом и так далее. Это не вы выступили, уважаемые, это мы выступили против этого. Эти вещи мы постоянно озвучиваем. Но прийти сегодня и сказать, что вот все, что вы делаете, мы перечеркиваем, вы такие-сякие, просто вот без всяких оснований навесывать на нас, мы не позволим никому. Сегодня вот что делается? Мало того, что идет вот такая оголтелая, ни на каких фактах необоснованная пропаганда, антизаконные действия в отношении нас предпринимаются. Я что хочу сказать? Нам скрывать нечего. У нас прозрачные цели, у нас прозрачная вся бухгалтерия. Меня возмущает, крайне возмущает то, что сказал один из членов общественной палаты, который поддерживает власть, и который сказал, надо проверить, может, у них там крипто, может, им там наличные... Извините меня. Вы в чем нас обвиняете? Мне даже в голову такое не приходило. Это что за безосновательные обвинения, которые меня, например, теперь заставляют думать, что, наверное, вы пользуетесь такими способами, для того, чтобы укрыть от наших налоговых служб свои доходы незаконные. Саид, вот Лиана говорила о том, что, в принципе, и так понятно, что этот закон об биноагентах, он там не исключительно только против людей, которые работают в неправительственных организациях, в международных организациях. Я хотел бы просто у людей как бы такое представление, что вот закон об биноагентах, это вот исключительно вот в этой группе людей касается. Я хотел бы, ты все-таки тщательно, наверное, изучал этот проект, вот как бы разъяснил, вот на каких-то элементарных вещах вообще, кто, в принципе, может вот помимо вот этой группы людей стать иноагентом, даже не подозревая, что он как бы подпадает под этот закон. Ну, я хотел бы сказать немножко, предварить, да, вот ответ на этот конкретный вопрос, с тем, что вообще для проталкивания закона используются абсолютно, да, вот такие лживые какие-то тезисы, да, вот Лиана говорила о том, что нас обвиняют в нелегальном получении денег. То есть это один из тезисов, что нет прозрачности. Но на самом деле, и как бы закон, он должен отрегулировать эту сферу. Но на самом деле это же не так, потому что закон, существующий закон, у нас не один закон регулирует эту сферу. У нас есть гражданский кодекс, у нас есть закон о некоммерческих организациях, у нас есть закон об общественных объединениях, политических партиях, движениях, у нас есть закон о государственной регистрации, юридических. Под законы, указ президента, в который недавно внесены были изменения, и теперь косвенно, проверяя международные организации, проверяют одновременно и нас. То есть мы должны будем в этой цепочке присутствовать, отчитываться перед международной организацией, которая является нашим донором. И соответственно, вот эти отчеты должны будут попадать там на стол органов государственной власти. И вот такие вот ложные тезисы абсолютно используются для продвижения. И касаются они не только некоммерческих организаций. Мы, люди, которые работают в некоммерческих организациях, мы, мы тоже граждане, да, мы не только себя ассоциируем с конкретной организацией, когда мы, я в частности, Лиана, когда выступает, мы не всегда выступаем, ну, очень сложно нас отделить от нашей организации, но у нас нету проектов по свержению власти, да. Вообще политических проектов. Да, у нас нету политических проектов, это глупость, да. Ну, понимаете, как мы имеем дело с предвзятыми, если говорить мягко, да, оппонентами, которые держат дулю в кармане, да, когда они вот выступают. Вот. И им сложно что-то доказать. Они перешли все границы. Они абсолютно перешли все границы. Они пошли на инсинуации, на ложь, на подтасовку, факт, все что угодно. Причем это вот, это риторика, которая абсолютно свойственна помоечным телеграм-каналам. Вот они переняли этот помоечный язык, и сейчас они, и даже у меня сомнений теперь совершенно нет, никаких, что они стоят за этими каналами, да. И, безусловно, вот если мы говорим, мы граждане, да, вне зависимости от того, имеем мы отношение к некоммерческим организациям, и имеем мы к ним отношение, мы все можем в одночасье. Причем даже физическое лицо гораздо проще может стать, да. К примеру, как? Ну, получит перевод человек, да. Вот он пишет что-то, да, в Фейсбуке, возмущается, да. Вот ему не нравится, что свет выключают, ему не нравится там, что воду отключают, ему еще что-то не нравится. Посмел покритиковать местные, республиканские власти и так далее. Ну, все, ему может прийти какой-то перевод, это же как бы, и человек этого достаточно. И перевод денежный перевод. И за границей, да. И за границей. Да, заграничный перевод. Ну, из Армении, например, даже. Да, вполне возможно. Вы знаете, что самое, самое нелепое во всем этом, конечно, вот понимаете, как дьявол кроется в деталях, да, это политика, это все, но когда ты берешь сам закон и начинаешь его читать, оказывается, что вообще у закона нет цели вообще выявлять, есть ли влияние или нет. Главное, вот два фактора. Ты получил деньги, и ты занимаешься политикой. Политика определяется, это просто такой резиновый термин. Оказывается, у нас в Абхазии все политика. Ну, замечательно. Мы можем на обывательском уровне говорить, да, это все политика, но где вы, куда вы дели общественную деятельность? Что такое общественная деятельность? Куда она пропала? Почему вы все называете политикой, да? И причем, ну, это, опять же, калька, это копирка какого-то неудачного совершенно закона, который, ну, я не знаю, он не имеет права быть вообще реализован в Абхазии. И очень много, абсолютно закон построен на допущениях. То есть, вот как бы все страхи, вся ненависть, все предубеждение, которое есть у определенных людей, к людям, которые могут свободно высказывать свое мнение, все это воплощено. Вы хотите, вы хотите нас, скажем, оградить, отделить от международного сообщества? Мы единственный на сегодня канал общения с международным сообществом. И вот, мне кажется, главная цель – просто перекрыть этот канал. Просто перекрыть. Я думаю, что вот в ситуации, когда будет, если, не дай бог, будет принят этот закон, то следующим обязательно последуют какие-то ограничения в адрес международных организаций. Это следующий этап. Мы не должны, как бы, думать, что вот эти репрессии на этом... Абсолютно закончатся. Можно я вот скажу. Знаешь, не факт, что последует. Потому что, вот я давно наблюдаю у некоторых наших чиновников такое отношение к международным практикам, опыту и ресурсам. Не учите нас жить, помогите материально. Вот для этого «помогите материально» они могут их оставить. Потому что, извини, если бы они хотели бы, допустим, вот это такое зло, ну что же вы их не попросили из Абхадии? Прекратите их, аккредитация закончилась у международных неправительственных организаций. Попросите агентства, пусть уйдут отсюда. Ну давайте. Какая вам разница, что там говорят НПОшники? Вы же и так на наше мнение не обращайте внимания. Ну тогда, сделайте, не делают этого. Ну, наверное, все-таки оголятся какие-то сферы. Там, в социальной сфере, в гуманитарной и так далее. Потому что помощь все-таки идет медицинской. У нас целые программы по СПИДу, по гепатиту С и поддерживаются международными организациями. Вот это все оголять они сейчас не готовы. Но и может быть, я еще надеюсь, там же среди, так сказать, лоббистов этого закона есть там бывшие дипломаты, которые, наверное, тоже понимают, ну насколько какое-то все-таки, какая-то, какой-то форточка, где мы можем доносить до международного общества напрямую и отстаивать свои права. Наверное, может быть, кто-то это тоже понимает. Я не знаю. И это для меня, вот то, что они не убирают отсюда международные организации, еще одно доказательство того, что главная цель, главная цель, это все-таки борьба с иным мнением. Чтобы люди, критикующие власть, не имели такой возможности. Ну, единственный у меня комментарий к этому. Мне кажется, что международным организациям сложно будет работать. У них большая часть деятельности, она протекает в партнерстве с местными организациями. Мы помогаем реализу. Очень сложно будет самим организациям как-то международным здесь оперировать. Безусловно, если каким-то образом выключат нас с помощью этого закона, их деятельность серьезно осложнится. Может быть, она будет сведена к каким-то точечным, гуманитарным. А потом, в принципе, тоже, я думаю, что и они, сами представители международных организаций, себе вопросы задают. А зачем и во имя чего? Если главный партнер это гражданское общество и поддержка гражданского общества. А во имя чего? Потому что вы видите, какой крен в сторону авторитаризма, если не сказать тоталитаризма у нас наметился. Можно я так сказать, кстати, говорят, вот там прозвучала цифра, все время это звучит, из уст чиновников, вот 2 миллиарда за несколько лет на что они выделили. Но они не говорят одну важную вещь. Вот это, эти деньги, это же не только идут в местные организации. Они идут и в организации, и бенефициаристы, но и очень большая часть идет на сами офисы международных организаций. В них же очень много людей работает. Если они напрямую какие-то выполняют там проекты исполняют, я не знаю, где-то там в сельском хозяйстве, еще где-то, я не знаю, честно говоря, да, это же все тоже оплачивается. Это аренды, аренды помещений, это бензин, это зарплаты и так далее. То есть это немаленькие деньги, которые уходят на содержание самих офисов международных организаций. Но в этом не разбираться, вот те, кто имеет непосредственно отношение к курированию вот всей этой сферы, они не могут. Надо разбираться в этом. И еще один момент, о котором я хотела сказать, это то, что, понимаете, вот когда принимают новый закон, если появилась какая-то новая сфера, которая никак не регулируется. Вот когда появились первые некоммерческие организации, тогда еще не было закона, его позже приняли. Я понимаю, вот это, так сказать, целесообразность, надо как-то регулировать правовым образом эту сферу. Когда еще может понадобиться закон? Если появилась какая-то практика, которая там, такой угрожающий характер для национальных интересов, там, для чего-то, да, и существующие законы не позволяют, так сказать, эту практику прекратить. И этого у нас нет, понимаете? Дело в том, что, во-первых, нет такой практики, потому что мы не видим никаких подтверждений этому из уст наших чиновников. Я не хочу отвечать за все НПО сейчас, кстати говоря. Я знаю те НПО, с которыми мы работаем, я говорю о них. Я допускаю, что может быть кто-то не так финансово чистоплотен или там еще. Не могу за всех ручаться, потому что есть организации, которых мы даже не знаем. Но назовите, если такие есть. Если такие есть, которые что-то нарушают. И, кстати говоря, нарушать могут чиновники, министры, президенты, депутаты, любой там человек, бюджетник, что-то может нарушить. Вы что будете теперь, так сказать, повально, вот по такому-то министерству. Вот такой закон ограничительный, я имею в виду ограничения в правах и так далее. Но это просто на самом деле абсурдно. К чему я это говорю? Дело в том, что если, значит, все-таки вы говорите о контроле, существующий закон есть о некоммерческих организациях, если вы считаете, что там недостаточно силен момент, допустим, отчетности, прозрачности и так далее. Давайте усилим. Но я думаю, что Саид больше об этом, как юрист, может сказать. Сказать именно об этом. Можно я продолжу? Вот мысль, это совершенно правильная мысль. Вот другой аргумент, что контроль слабый. И на самом деле я перечислил законы. Вообще Министерство юстиции, как бы, оно должно контролировать деятельность. И прописано это, что должно следить за уставной деятельностью, уставной деятельностью некоммерческих организаций, за тем, что они не выходят за рамки тех целей и задач, которые они обозначили в своих уставах. Мы регулярно, и будучи благотворительными организациями, мы регулярно отправляем свои отчеты. То есть никто не мешает в рамках существующих норм проводить проверки. Вот, ну, да, на самом деле это законодательство, оно где-то устарело, его надо как-то обновить, дополнить. Если вас действительно, в действительности интересует вопрос прозрачности и контроля, можно же точечно подойти. Давайте пропишем больше и четче пропишем вот эту финансовую подотчетность, финансовую прозрачность. Давайте мы как-то посмотрим и улучшим этот контроль. Но этого же не делается. Этого не делается. Вместо того, знаете, что вот прицепом, как бы это присутствует в этом законе, но прицепом к нему ограничение политических прав. Скажите, пожалуйста, какое отношение ограничение политических прав имеет к улучшению контроля? Вы хотите просто прикрыть, на самом деле я считаю это основная цель, вы просто хотите прикрыть вот этими разглагольствованиями о прозрачности, о контроле, хотите прикрыть политические репрессии. И я понимаю, что им неприятно слушать, хотя я думаю, что скоро вполне они сами заговорят о репрессиях, потому что вот судя по тому, как раскручивается их риторика, они скоро начнут просто языком говорить вот этих партсобраний советских или вот этих языком этих троек сталинских тоже заговорят. но это репрессии на самом деле другого слова для того, что они предлагают просто нет. вообще, я когда говорил о том, что вот есть такая идеологическая пропагандистская такая оформление вот всей этой кампании там по продвижению закона о бинагентах и там очень много говорилось о том, вот, тлетворное влияние Запада, цветные революции и так далее и о том, что вот чуть ли там не государственный строй нас хотят как-то поменять и так далее, хотя, мне кажется, сейчас чиновники делают все как бы соревнуя друг с другом, они меняют этот государственный строй только так, впереди там даже цветные революции не нужны, но я бы хотел бы вот, чтобы ты прокомментировала, да, вот это я так не помню, чтобы кто-то вообще из тех, которые сейчас подпадают, там теоретически могут попасть в первой волне закона об иноагентах, чтобы они как-то участвовали в революции. Знаешь, те, кто говорят про цветные революции, если примут такой закон, они, честно говоря, сами первые получаются, подпадают, ну, я не знаю, какое у них там откуда финансирование, но что хочу сказать, что вот это одно из пропагандистских клише, я много раз говорила, между прочим, и в интервью, одно из пропагандистских клише, которое говорит о том, что вот существуют определенные методички, что нужно говорить про НКО, вот, посмотрите, как они там на Украине, Белоруссии, и так далее, они перевороты, вот это абсолютно вот из методички, в Абхазии маленькой, не многомиллионной, мы же знаем, кто у нас госперевороты совершает. один очень влиятельный политик, который, я думаю, 30 лет везде власть, он не одну революцию совершил, Рекордсмен, да, среди тех людей, среди тех людей, которые были в общественной палате, люди, извините меня, которые пришли во власть через окна, может быть, сами они через окна не шли, другие прошли, открыли им двери, и вот привели, посадили, ну, потом, правда, выборы у нас были, и среди них есть, как бы, которые не раз участвовали во всех этих делах, не только они, везде, мы же знаем, во всех политических группах, кто в чем участвовал, мы все прекрасно знаем, и я бы хотела, чтобы просто наших зрителей, так сказать, не вводили в заблуждение, не велись, так сказать, на вот эту пропаганду, которую, ну, опровергнуть очень легко, на самом деле. Я бы уже, мы, в принципе, у нас очень большой эфир получается по времени, тем не менее, меня все-таки беспокоит еще один аспект, и я понимаю, что идет попытка не только, там, допустим, перекрыть, там, свободу слова, да, там, какие-то карательные меры в отношении людей принять, да, то есть, мы пытаемся, в общем-то, вот этот стержень абхазской, абхазкости, которая там, собственно, на чем формировалось наше национально-освободительное движение, мы пытаемся этот хребет переломать, мне кажется, да, я даже вот в этом собрании общественной палаты, да, там, слушать, один из участников говорил, вот там интеллигенция, да, кто выступает, да, вот это, вот там имена назовите, да, то есть, которые выступают против этого закона, я вот как-то представил эту ситуацию 78-го года, да, то есть, мы вот как-то, я помню, я пацанок был, но я прекрасно помню, какие драматические, драматическое время было, да, людей выгоняли из партии, да, устраивали им, такие политические обструкции и в средствах массовых информации устраивали на предприятиях, устраивали там во всяких обкомах, там и так далее, то есть, и объясняли, какие они негодяи, и это националисты, там, и там, как бы разрушители, там, советского строя, то есть, 130 человек подписало это письмо, и потом общество встало и выступило как бы в поддержку, то есть, оно, вот эту линию власти, она фактически переломала, да, когда, то есть, если бы общество не встало, наверное, не было бы, наверное, вот такого вот абхазского государства, да, то есть, когда стержня, да, нет, даже когда Советский Союз развалился, но если бы этого стержня не было бы, не было бы, наверное, и там сопротивления, и так далее, абхазского государства не было, Но сейчас власть, мне кажется, таким законом хочет переломать хребет активности Абхазского национального освободительного движения, которое придерживается реального суверенитета, стремиться. Когда мы говорим о каких-то абхазских проблемах, о проблемах абхазского государства, просто после этого, наверное, некому будет говорить, они к этому стремятся. Я думаю, что вот эти люди, 130 человек, которые в 1977 году подписали, в 1978 уже весь этот апогей этого конфликта развернулся, они сегодня, вот эти люди с этим письмом, они были бы первые в случае принятия этого закона об иноагентах, первые, которые вошли бы, на которых навесили бы этот ярлык. Я хочу, чтобы, наверное, люди, которые будут принимать, депутаты парламента, которые будут принимать этот закон, рассматривать этот закон, не забывали об этом. И хорошо было бы, чтобы вы все-таки перед тем, как к этому вопросу подойти, покопались в архивах 1977-1978 года, поговорили с людьми, которые участвовали в этих процессах, и поняли бы весь драматизм ситуации, который был. И, наверное, тогда вот как-то вы можете оценить всю зловредность вот этого, навязываемого нам, нашим руководством сейчас. Сейчас они там по какой мотивации, какая у них мотивация, мне не совсем понятно, хотя, в принципе, я догадываюсь, какая мотивация. Но, тем не менее, чужды нашему обществу, нашей ментальности закон нам пытаются навязать. И он касается, сегодня мы говорили, в общем-то, и о неправительственном секторе в основном, но в реальности он касается каждого из нас. Это касается нашего будущего. И с этим законом мы нам объясняют, раньше мы считали свободное общество. Сейчас нам пытаются объяснить, что шаг влево, шаг вправо, ты не свободный человек. Ты будешь ходить с клеймом, с ярлыком и так далее. И нас лишат, в общем-то, свободно мыслить. При всем, при том, что при всех тех трудностях, которые испытывает наше государство все 30 лет, да, но процесс становления, он всегда тяжелый у этого государства. Но никогда это государство не встанет, если оно не имеет там каких-то суперприродных ресурсов и так далее. Оно никогда не будет нормальным государством, если у них не будет свободных людей. Я к этому хочу, в общем-то, подвести эту черту. Я благодарю сегодня наших гостей, Леану Кварчелли и Саида Гизердава, за то, что мы поговорили о проекте о зловредности. Я подчеркиваю, что этот закон крайне вредный для нашего абхазского государства, для нашего будущего. Этот проект закона о бина-агентах, который, в общем-то, власть нам пытается сегодня навязать. И я надеюсь, он не пройдет. И вот с такими надеждами я прощаюсь с вами. До свидания, до следующих встреч. Вы можете нас видеть на YouTube-канале Чигемская правда, на странице Facebook, одноименной Чигемская правда. Вы можете нас на сайте Чигемской правды, чигем.су увидеть нас. Можно посмотреть на телеканале Абаза. Если хотите, вы найдете нас, где посмотреть. В общем-то, до свидания, до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.